Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся с вами сегодня в поселке Витязево, это район города-курорта Анапа. Сегодня на обзоре у нас будет гостевой дом Флагман, который находится на Южном проспекте 30. Здесь просто невероятно зеленая территория, огромное количество разнообразных детских развлечений, бассейн с течением и номера с шикарными террасами. Южный проспект шумит, но гостевой дом находится сюда. Немножечко подача в переулке Лок Витязь. Здесь парковочная зона с одной стороны и с другой стороны. Дороги ставите спокойно, машины на всех обычно хватает. Мест на парковке. Территория даже с улицы кажется очень зеленой и здесь непонятно, что находится внутри. Это и привлекает сюда постоянных гостей. На входе есть место, где можно помыть ноги. Очень много разнообразных зон отдыха. Здесь есть коляски, разные детские самокаты, можно спокойно взять покататься. С правой стороны есть огромная такая зеленая зона отдыха с большим количеством беседок, беседки со светом. Большущие зоны отдыха здесь есть. То есть и территория реально очень зеленая, потому что здесь прохлада, тенечек. Также есть качельки для детей, песочница, еще качельки, вот такие вот лазалки. Я думаю, ваши дети, приехав сюда, очень это оценят. Территория, видите, такая имеет буфер между тротуаром и основной зоной. Здесь прям очень классное благоустройство. Разгостевой дом флагман. У них есть даже такое переговорное устройство. Привет, как слышно? Если там вам кто-нибудь ответит. Здесь во второй части имеется еще одна беседка. Мангал стоит. Да-да, друзья, здесь в центре Витязева есть своя мангальная зона, на которой можно абсолютно спокойно жарить шашлык. Ну вот еще две зоны отдыха. В одной из них сидит наше подбисище. Сейчас узнаем, какие здесь отдыхаются. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы к нам приехали? В Тумы. А как зовут? Елена. Как вам здесь отдыхаются? Очень хорошо. Мы уже вообще, видите, 7 лет. Как вам? Мы приехали 7 лет назад, нам очень бездравится. Стали вашим подписчиком 7 лет назад. Благодаря вам мы смотрим, какая здесь погода, условия. Во флагман мы уже, наверное, второй раз получается. В том году у нас сюда не получилось. Нам очень нравится территория. Очень нравится. Большая. Вот у нас друзья уехали, были тоже с нами. Они с ребенком. Вечером с проблем сидят в беседочке, дети бегают. В номерах хорошие. Сам хозяин хороший. То есть нам все устраивает. Столовая? Столовая вкусно. Порции, кстати, очень большие. То есть, если, например, говорят некоторые, вот мы читали там вот, да, дороже. Да, чуть-чуть подороже, но очень большие порции. Соответственно. И очень вкусно. Бассейн? Бассейн вообще шикарный. Мне очень нравится, что он крытый. Вот почему мы были во многих отелях. Они все хорошие. Могу лучше сказать. Из-за того, что он крытый, то есть в жару, когда в днем плаваешь, то есть просто наслаждаешься. Угу. До моря далеко нет? Ну, для нас нет. Пусть такое близко море. Ну, во-первых, мы не любим центральный пляж, потому что всегда народу. А то идешь по миру, получается, дорога. Вот. Там, конечно, дорог поменьше. Моль почище. Номера? Номера вообще хорошие. Ну, обычный номер, трехместный у нас. Бассейн мне понравились балконы. Я сейчас смотрела. Тоже большой балкон? У нас большой балкон. Мы выбираем. Мне что нравится еще Игорь нам, вот, звонишь ему и говоришь, например, хочу третий этаж с видом на Аврору там или, ну, куда там либо. Вот, пожалуйста, все твои капризы выполняет. Так что у нас большой балкон. Шикарный балкон вечером сидит без утром. Номер хороший. Ну, телевизор, кровать, эмоционер. Ну, постель мне просто чистая. Луж. Все, вам вообще нравится. Такие деньги вообще шикарные. Спасибо большое за вас отзыв. Хорошего вам отдыха. Спасибо. На территории, которую мы с вами сейчас посмотрели, высажено более 200 деревьев. Например, вот сейчас надо мной, это сафора японская. Очень полезная при разнообразных легочных заболеваниях. Вы здесь еще будете и оздоравливаться, находясь на территории. А вот это, например, сирень индийская. Можете увидеть, что здесь огромное количество разнообразных растений. И большинство из них очень даже полезно. Мы проходим. Здесь детская зона. Есть такой, как корабль. Раз флагман, то все и далее делается в таком же стиле. Детям будет здесь очень интересно полазить, поиграть. Зелень, как я говорил, здесь просто нереальное количество. Также здесь есть качелька, на которой вы можете покататься. И такой вот вертолетик для детей. Для тех, кто хочет загорать на улице, имеются лежаки. Здесь находится крытый бассейн. Вы можете увидеть, какой он большой. Есть гейзер. Детская зона. Взрослая зона. Стандарт, метр сорок. Есть водопад. Там есть гидромассаж. И самое интересное, что оттуда есть поток. Это называется течение. То есть вы можете спокойно плыть. И будете плыть как бы на одном месте. То есть такого я еще в обычных бассейнах нигде не видел. Ну и территория также с туалетом в душу. Еще есть скамеечки, качелька. И посмотрите, какая великолепная входная группа. Оформлена деревом. То есть заходишь и здесь аромат дерева чувствуется. Как раз таки ясень используется. И дуб на столбах. Здесь перед входом на рецепцию также имеются зоны отдыха. Скамеечки со столиками. С левой стороны тоже самое. И заходим с вами на рецепшн. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Я Лыков Игорь. Хозяин отеля Флагман Витязева. Рады будем вас видеть у нас в гостях. Есть еще одно место здесь. Это детская игровая комната. То есть если вдруг на улице ненастья, либо слишком жарко, можете прийти сюда со своими детьми, поиграть. Либо дети сами могут провести здесь свой досуг. Очень много разнообразных игрушек, стульчиков. То есть деткам здесь очень понравится. Я больше чем в этом уверен. Посмотрите, какая красота. Также можно музыку включить. Кодиционирование здесь есть. Ну и конечно же настольный теннис. То есть просто фантастика. Я когда прихожу и вижу вот такие вот зоны отдыха для детей в гостевых домах. Вместо того, чтобы сделать дополнительные там пару номеров, это прям достойно лайка. Даже есть туалет, чтобы никуда не бегать. На цокольном этаже в гостевом доме флагман имеется своя столовая. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь вот такая скаляночка можно отбить. Смотрим, ребята, по ценам. Что, сколько стоит. Моя подписчица сейчас нам давала интервью и рассказала о том, что, говорит, может быть, кому-то показаться немножко дороговато. Но, говорит, это того стоит, потому что порции просто огромные. Сейчас мы с вами смотрим завтрак. А также здесь есть обед и ужин, на который можете прийти и поесть со своей семьей. Есть разнообразные напитки. Такая вот огромная зона перекусить. Есть детские стулья. Гости многие берут еду и идут кушать в беседке. На улице вкусить все наши витязевские явства. Лестницу. Здесь она очень широкая. То есть места просто нереально много. Очень редко встречаются такие. Здесь спокойно пройдут два человека. На этажах есть гладильные доски и утюги. Кроватка предоставляется по требованию. Также, если вы хотите дот-место, могут вам предоставить евро-раскладушку. Смотрим с вами четырехместный номер. При входе здесь стоит стол, стульчик, зеркало, набор посуды. Нужно вам есть обувница. Место, где повесите ваши вещи. Есть место для хранения. Холодильник, телевизор, двухспальная кровать. Она скручена между собой. Разъезжаться не будет. Матрас лежит цельный. И две односпальные кровати с прикроватными тумбочками. Также в номере есть балкон. Территорию отеля, где могут играть ваши детки. Вид, конечно, вот такой вот. Место для хранения одна сторона. И вторая сторона. Санузел. Это унитаз, душевая, раковина, зеркальце. Места много. Стоимость проживания в пик сезона 3000 рублей на четверых. Также, если вам надо будет доставить доп. место в разумных пределах. И доплачивать за это не надо будет. Мы с вами смотрим трехместное размещение. На входе место для того, чтобы повесить ваши вещи. Обувница. Место для хранения. Зеркало. И вход в санузел. Наполнение. Туалет. Зеркало. Раковина. И душевая. Это место для хранения. Сам номер имеет две кровати. Двуспальную, односпальную. Две прикроватные тумбочки. Стол с двумя стульями. Три стакана. Холодильник. Телевизор. Сплит-система. Если вдруг вам надо чайник, вам его тоже предоставят. Также есть балкон. Хотя балконом назвать его сложно. Здесь стулья, стол. И он просто огромный. Также это вид на Витязела. Паралию. И вы можете увидеть, что здесь все очень-очень близко. Все развлечения находятся в шаговой доступности. Причем на достаточном расстоянии, чтобы не испытывать дискомфорта от излишнего шума. Стоимость проживания в этом номере 2500 рублей. Если надо, установят док-место. Опять-таки в разумных пределах. И пойдем мы отсюда. Вот сюда немножко прямо. Рассказывать об индустрии, которая здесь работает, не буду. Потому что параллель рядом там есть все. Даже то, о чем вы не думали, там 100% есть. Из поворота поворачиваем. И буквально 30 метров дойти до улицы Мира. Мы выходим на улицу Мира и отправляемся к морю. Здесь крайне близко. По пути встречаться будет огромное количество точек питания. И также здесь можно будет забежать в картуру. Но это, например, идти здесь довольно-таки недалеко. И вполне себе удобно и комфортно. Потому что сделали тротуар полностью. Здесь фрукты и овощи. Сейчас узнаем цены. 100. 70. 100. 200. Апельсины 150. Абрикосики 200. 220. Слива 100. Викторины 150. 200. Большие персики 100 рублей. Яблочки 150. Виноград 2 вида идет по 150. 200 рублей кишмиш без косточек. И вот такой идет местный 250. Слива 100. Абрикосы 200. Оргуст 30 рублей килограмм. Дыня местная 80. Узбекская 100. И гукуруза по 60 рублей штучка. Зашли до улицы Знойной. Здесь конечная 23 маршрута. Можно даже, кстати, на маршрутку съездо ехать. Но я думаю, что это будет лишним. С левой стороны у нас продают бургер. Один наш очень хороший друг. И здесь находится также точка Артура. Ну, сейчас еще утро. Никого из них нет. Но они приходят немножечко попозже. Совершенно немножко нам остается, чтобы уже добраться до пляжа. Вот мы отсюда видим уже дюны. Здесь вот домашняя выпечка есть. Ровное количество разнообразных товаров. И высокие воду шашлыки, шаурма. То есть голодного вы тут точно не останетесь никогда. Люди уже даже некоторые возвращаются обратно. А мы только идем в ту сторону. Молодцы, кстати, вообще. Потому что сейчас у нас очень сильная жара стоит. Все. Вот он пляж, друзья. Проходим немножечко правее. И уже останется пару шагов, чтобы выйти на берег Черного моря. Ребята, приглашаю за вкусную мохито. И здесь именно на пляж, пока идешь, будет им вкусно попить батуты. 200 рублей, по-моему, на весь день. По нашим золотым пескам люди идут уже к морюшку. А я сначала полетать. Шикарнейший просто вид. С дюна все побережье. Ну что, полетели? Ну что, полетели? У-у-у. У-у-у. От действий. У-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...